Во Владивостоке состоялась грандиозная премьера шоу «Королевский цирк». Уникальное путешествие в мир красоты, роскоши, отваги, изысканного стиля и невероятных человеческих возможностей представили продюсерский центр «Гии и Радзе» и компания «Росгосцирк» в минувшие выходные. У меня очень было важно именно этот коллектив, эти номера привезти во Владивосток. Не ближний путь, но мы всегда приезжаем к вам, это уже совершенно добрая традиция, летом во Владивостоке, все лето программой «Королевского цирка» компании «Росгосцирк». И сегодня первый состав «Королевского цирка», эти уникальные артисты, которых вы сегодня видели, и зал, который стоя аплодил этим номерам, для меня это просто такой бальзам на душу. С началом шоу зрители очутились на настоящем «Королевском балу». В чарующей русской зиме их встретили олени, лисы и псовые борзые. В ритмах страстной Испании зрители увидели Тореадора с горделивыми яками. А театрализованный номер «Анна» по мотивам художественного произведения поразил самое сердце сложными и опасными трюками без страховки под самым куполом цирка. У нас постоянно манеж занят, у нас кипит работа, все развиваются. Наши воздушные гимнасты и акробаты оттачивают свои трюки просто, мне кажется, ежеминутно. Потому что это колоссальный труд, вы, наверное, заметили, насколько у нас опасные трюки. Поэтому подготовка идет полным ходом, колоссальное время потрачено на это. Вообще-то не просто это все создать, над этим работает огромная творческая команда. Балетмейстеров, хореографов, режиссеров, постановщиков, сценографов. Вот только вот эту декорацию мы готовили почти пять месяцев специально для этого цирка. Казалось, что ничего подобного невозможно воплотить на манеже. Королевский цирк построил оригинальное устройство – настоящий вращающийся манеж. В одно мгновение на арене появилась настоящая карусель, как в парке аттракционов. Вокруг которой ездят велосипеды, в то время как жонглеры одновременно кидали более 70 булав. А сверкающий зеркальный блок поразил воображение даже самых искушенных зрителей. Изюминкой шоу стал масштабный аттракцион с десятью хищниками «Дикий мир». Под руководством обладательницы международного титула «Принцесса цирка» заслуженной артистки России Людмилы Сурковой. Я люблю с детства тигров. Это было мое какое-то тотемное животное, которое я просто обожала. И благодаря своим родителям я ходила в цирк на каждую программу и смотрела разные коллективы, которые к нам приезжали. И, конечно же, гвоздем программы был аттракцион с хищниками. И тигры, я в них просто влюбилась моментально. И сразу же с детства я сразу сказала всем, что я буду дрессировщик цирк. Около двух тысяч зрителей пришли посмотреть на уникальное представление балета-цирка, которая развернулась на манеже. При появлении клоуна в зале царил детский смех, а во время опасных элементов, эквилибристов или дрессировщиков с подопечными у всех замирало дыхание. Что мы сейчас увидели? У меня ребенок, я в шоке. Она сидела с замиранием сердца. Она просто смотрела на это все большими-большими глазами. Я не ожидала, нам всего два года. А уже такое вот просто... Я даже думала сегодня, ну, идти, не идти. Но просто произошло все ожидания. Очень красиво. Тут, получается, сочетание идет и шоу, и цирк, и балетные какие-то выступления. Это очень захватывает. Аж до мурашек прям. Основное здесь играет, конечно, на мой взгляд, основное действие – это вот сама театрализация этого всего. Потому что, если уж и говорить о представлении, как о цирковом представлении, то здесь больше театра, чем цирка, мне кажется. Мне очень нравятся животные и костюмы. Невероятно красивые костюмы, очень ухоженные животные. Вообще эмоции зашкаливают. Супер красиво и интересно, и захватывающе. Мне понравилось, как кидали мячики. Мне понравились животные, ухоженные, красивые. Все было великолепно. А ты скажи. А я ничего не умею. Мне все понравилось тоже. Гастроли артистов российской государственной цирковой компании продлятся до 15 сентября, чтобы все желающие смогли оценить масштаб впечатляющего шоу «Геи Радзе. Королевский цирк». Олег Завьялов, Диана Иванова, Денис Фадеев. Новости на восьмом.